Как и следовало ожидать, новости о том, насколько эффективно зашли украинские дроны на склад боеприпасов в Острогожском районе Воронежской области на Москве стали захватывающе увлекательны. На этот склад уже заглядывали наши БПЛА с соответствующим фейерверком, но повторный удар в то же место говорит о том, что разведка получила данные, что туда подвезли нечто новое и жирное, или то, что должно было взорваться, уцелело при первом налете. Планированием операции занималась СБУ, и можно не сомневаться в том, что каналы поступления данных по интересующим объектам там широкие и глубокие. Именно поэтому было принято решение добивать базу хранения до необходимых кондиций. На этот раз все прошло с нужным конечным результатом. Детали операции наши специалисты не разглашают, воспользуемся описаниями, которые дает сам противник. Их в данном случае два. Оба находятся во внутренней оппозиции к военному ведомству и поэтому выдают на публику некоторые подробности происшествия, чтобы аккуратно и непрямо покрошить батон на сапоги, в чьем ведении и находится эта база хранения боеприпасов. Еще раз напомним, сапоги конторские сейчас находятся в жесткой конкуренции за влияние и денежные потоки. В ходе этой конфронтации можно обнаружить интересные данные, которые стороны приводят в качестве аргументов. И тут оппоненты от конторских раскрывают некоторые детали происшествия. Источник номер один. В Воронежской области снова беда. Минувшей ночью вражеские беспилотники атаковали склад боеприпасов в поселке Солдатское Острогорского района. Власти, конечно, отчитались об успешном отражении атаки. Якобы последующая детонация на складах произошла вследствие падения обломков. Классика. Во-первых, это очередное вранье. Минимум пять вражеских дронов долетело до цели. Несколько были уничтожены на подлете. Во-вторых, боеприпасы были сосредоточены очень кучно. Казалось бы, на третьем году СВО можно было бы учесть ошибки, но нет. Причина очевидна. Никого после подобных прилетов не наказывают. Все продолжают нести службу. В этом небольшом тексте содержится обвинение ведомства Белоусова во лжи и призыв, наверное, к Путину выключить режим безнаказанности, которым пока пользуется министр Малельник. А кроме того, здесь расшифровано то, как военные и местные гауляйтеры прикрывают неприятные события, которые произошли за счет падения обломков сбитых воздушных целей. Как и следовало ожидать, обломки дронов, конечно, образовались, но не от того, что что-то сбили, а после успешной атаки и соответствующих прилетов дронов-камикадзе. Только непосредственно обломки взорвавшихся дронов в данном случае никаких проблем не создавали, а все завертелось из-за обломков боеприпасов, которые начали детонировать на базе. Пришлось даже перекрывать трассу Воронеж-Луганск и срочно эвакуировать обитателей нескольких населенных пунктов. Очевидно, что военные просигнализировали местным властям о том, что именно там взрывается и представляют, куда может долететь это достояние Родины. Кроме того, из этого следует, что базу атаковало минимум пять наших БПЛА, хоть там и есть приписка о том, что несколько сбили. Но на самом деле ситуация могла быть слегка другой. Как только началась детонация на складе, никто уже не мог идентифицировать прилетающие беспилотники на фоне звука рвущихся боеприпасов. Это значит, что расисты зафиксировали не менее пяти ударов по складу, а сколько прилетело, на самом деле могут рассказать в СБУ, только не станут этого делать. Но если даже долетела всего пятерка, то это говорит о том, что ПВО на всем пути пролета от места старта до цели или не видела аппараты или не смогла их достать. В связи с этим там рассуждают таким образом. Источник номер два. В который раз уже за последние полгода в Воронежской области из-за падения обломков сбитых и подавленных БПЛА возникает пожар, переходящий на взрывоопасные предметы. И начинается детонация. Это что там за гений в группировке с первого раза не понял, что такие предметы нужно максимально рассредоточить. Это сколько можно в одном и том же Острогожском районе ловить одну и ту же подачу в СУ. Может тогда кому-то надо разместить штаб в месте складирования этих взрывоопасных предметов, а самого ответственного посадить на ящики с предметами, если вы не можете рассредоточить и обеспечить противовоздушную оборону своих складов. Автору этого поста не приходит в голову, что на ящик со взрывоопасными предметами надо посадить пуйло со всеми ответственными товарищами, а на соседний автор может водрузить свой зад, потому что является таким же соучастником военных преступлений, как и все свихнувшиеся обитатели скрепных болот. На царь у них хороший, а бояре-сволочи все делают не так. Возникают некоторые общие замечания по этому поводу. Дело в том, что расисты действительно расходуют боеприпасов кратно, а часто и на порядок больше, чем в СУ, по нескольким причинам. Обратим внимание на главное. Так они очень быстро отказались от всяких извращений военной мысли и перешли к простым решениям Второй мировой, когда советская армия устраивала огневой вал в полосе наступления, а следом бросала мясные волны. Уже очевидно, что Раша-генштаб пошел по пути упрощения инструментария боевых действий до такого, чтобы воевать смогло даже пропитое быдло. Что и практикует Герасимов. Для него такой сценарий войны вполне приемлем, но как раз этого и требует от него пуйло. С царю не нужны какие-то тактические извращения, а только результаты, продвижение войск. А чем это будет достигаться, вообще не колышет. И вот организуется огневой вал, после чего в бой бросают все, что можно. Нет брони, сойдут и мотоцикла-квадроциклы. Многие смеются и совершенно зря. По идее, эти мотоциклисты идут следом за стеной огня, которую обеспечивают артиллерия и авиация. Если плотность была достаточной, то обороняющейся стороне нанесен сильный урон, и поэтому она теряет свою стойкость. Тогда атаковать можно и на мотоциклах. Другое дело, что такую легкую кавалерию достают средствами, которые останутся боеспособными после любого вала огня. Но нас интересуют не мотогонщики, а средства обеспечения огневого вала. Основную роль играет артиллерия – ствольная, реактивная, минометы и т.д. В момент образования лавины огня идет максимально возможный расход тяжелых боеприпасов. За достаточно короткий промежуток времени выстреливают десятки и даже сотни снарядов. Это значит, что в конкретной локации должны присутствовать эти боеприпасы и расположен склад хотя бы с суточным запасом, откуда коротким плечом все можно доставить до огневых позиций. А при такой интенсивности это уже совсем не маленький склад. Агрессор пытается это держать хотя бы вне досягаемости FPV-дронов. Или они перестанут существовать быстрее, чем там успеют что-то разгрузить. Относительно небольшие склады еще можно как-то рассредоточить, хотя это уже ведет к серьезной нагрузке на логистику. Вереницы грузовиков со снарядами рядом с огневыми позициями очень быстро вычислят и уничтожат. А значит, надо возить боеприпасы из разных небольших рассредоточенных вдоль линии фронта хранилищ. Но их тоже надо наполнять, и тогда опорными становятся тыловые склады, которые находятся в полосе 150 плюс километров от линии фронта. Такой склад запитывает артиллерию и все остальное на достаточно широком участке фронта. А значит, каждые сутки оттуда забирают снаряды и ракеты, которые необходимы для интенсивного расхода в огневом валу. Как раз этим и вызваны крупные размеры такого склада и, соответственно, большое количество боеприпасов. Рассредоточить это можно только теоретически, потому что тогда логистика ляжет и больше не встанет. Поэтому из тона фрашистов можно сделать вывод о том, что рассредоточение складов невозможно в принципе. Конечно, их можно попытаться оттянуть еще дальше от линии фронта. Но как далеко? Дроны с одинаковым успехом достанут как на 100, 200, так и на 500 километров. Просто плечо розничной логистики станет длинным до невозможности. А одноходка туда-сюда грузовика со снарядами соответственно растянется на тысячу километров. На это никто не пойдет. Остается один вариант – обеспечить прикрытие ПВО. А тут уже как в истории, когда один дядя имел желание купить дом, но не было возможности, при том, что он мог купить козу, но не имел желания. Проще говоря, у расистов недостаточное количество ПВО, чтобы все это прикрывать. И, как выяснилось, существующие системы имеют эффективность намного более низкую, чем они заявили. Условно, если производитель заявил, что один комплекс ПВО С-400 может создать зонтик в определенной локации, то на практике для такого зонтика нужно использовать два или три подобных комплекса из-за фактической эффективности. Не зря они так утыкали Москву ПВО, как грибами. Они сами знают фактическую эффективность своих комплексов, поэтому так и уплотняют непреодолимые рубежи непробиваемой обороны. Очевидно, при таком раскладе и с учетом того, что ВСУ регулярно выносят Раша ПВО, обеспечить адекватное прикрытие своих баз хранения они уже не способны. Поэтому призывы о том, чтобы прикрыть что-то важное, соответствующими зенитными средствами отправляются в сортир, где им и место. В итоге рассредоточить подобные склады невозможно. А если такое попытаются организовать, то транспорт станет бутылочным горлышком для подобной системы. Поэтому там на такое не пойдут, но и прикрыть объекты зенитными средствами тоже не получится из-за отсутствия их в необходимом количестве. Налет на воронежские сокровища интересен еще одним моментом. Противник не станет перечислять, что хранилось на том складе и, соответственно, уже не хранится. Но наши военные, пусть и не официально, а ссылаясь на собственные источники, объяснили, почему СБУ упорно атакует этот объект. Кроме обычной номенклатуры артиллерийских боеприпасов, там организовали место хранения северокорейских баллистических ракет. Насколько такая информация соответствует действительности, неизвестно. Но это опубликовано сразу в нескольких источниках, и если так, то становится понятно, почему удары по складу нанесены с интервалом всего в несколько дней. Если с первого захода не достали главную цель, то повторную атаку можно считать практически мгновенной. Средствами объективного контроля нельзя получить исчерпывающую информацию о том, что конкретно уничтожено в первой волне. Такие данные можно получить только агентурным путем, а с учетом того, насколько тяжело сейчас поддерживать связь с агентами в Намосковии, недельный срок можно считать фантастически быстрым. В это время уложился процесс сбора информации, передачи нашим специалистам и после – планирование и подготовка операции повторного удара. Рашисты стонут о том, что в этот раз последствия атаки оказались намного более значительными, а потери ощутимыми, что бы это ни значило. Неизвестно, все ли чучхейские ракеты хранились непосредственно на этой базе и все ли они безвозвратно потеряны. Но если удалось хотя бы частично уничтожить такое смертоносное железо, то это отличный результат. Тем временем Иран собирается поставить баллистические ракеты в Намосковию или уже поставил. Только отметим, что Израиль предупредил Москву о том, что если они начнут импортировать иранскую баллистику, то Израиль будет считать себя свободным от любых условностей, мешавших поставлять ракеты для Украины. Продолжение следует...